здравствуйте друзья на библейский портал экзегет пришел небиблейский вопрос занимаясь торговлей на криптовалютных биржах получая дополнительный доход для своей семьи покупаю дешевле продаю дороже согласно установленных правил богугодное ли это дело конечно же в любом нашем деле нам хочется избежать греха или даже больше какую-то праведную изюминку иметь с криптовалют все непросто потому что чтобы не говорили вам миллионы коучей и учителей инвесторов в криптовалюту все равно это казино сегодня какой-нибудь условный биткоин растет завтра растет послезавтра растет а потом какой-нибудь илон маск у себя в твиттере пишет что просто дачу него ничего не пишет какой-нибудь смайлик негативные публикуют с значком биткоина и он рушится на 20 30 процентов нет уж никакого государственного регулятора который мог бы этот курсы как-то сдерживать ставки до границы планки нету валюта совершенно спекулятивная если вы купили месяц назад биткоин по 65 тысяч сегодня вы его едва-едва там продадите за 35 за 40 а послезавтра может стоить 8 а может быть и 4 а через месяц 100 это совершенно нерегулируемая спекуляция который может оставить вас без всего поэтому если вам хочется поиграться ну пожалуйста ну уж никак не на последние деньги которые копила семья вот он растет 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 сейчас от мы его купим и на и будем жить припеваючи ну ты купишь как говорят на хаях и останешься в результате долгосрочным инвестором а если вдруг через месяц другое государство запретит оборот криптовалюты на нашем российском допустим рынке что вы будете делать вопрос поэтому это огромный риск по сути риск приравниваемый к казино ладно там инвестиции на бирже худо-бедно ты если потеряешь что не всю сумму которую ты вложил там акции того или иного предприятия ну ты будешь просто ждать несколько лет а может даже 10 лет чтобы эти акции хотя бы сильно упавшие в цене хотя бы доросли до того уровня который ты вложил в него всяко бывает да есть такое понятие как диверсификация вы можете там вложите там часть сюда часть сюда но многие пытаются играть на рекомендациях сигналах там всевозможных телеграм-каналов он получил рекламу от какого-то какой-то компании или даже компании которая занимается продажа криптовалют он написал давайте покупаете все цена подросла там на 15-20 процентов думаешь ухты ухты сейчас подрастет еще на 50 покупаешь она уже к вечеру падает на те же самые там 25 процентов и что вот вы пишете что я зарабатываю ну хорошо что с получается зарабатывать но вы понимаете что это совершенно непредсказуемая торговля то есть если вы просто там играетесь на какие-то повторюсь семейные излишки то есть у вас все равно есть доход который вы делите прямо пропорционально между членами семьи это детям на школу это супруги на шпильке это на оплату коммунальных услуг это выплата ипотеки а вот остается еще там там пару тысяч рублей или может там 10 тысяч рублей не знаю ну ладно таки быть рискну ну ты можешь лотерейный билет купить может казино сходить а может он криптовалютой заняться в принципе это вещи совершенно там тождественное или можно покупать постоянно и за дня в день увеличивать боевые способности своего танчика в силе электронных симуляторах тоже это практически одно и то же да кто-то купил когда-то криптовалюту 10 лет назад за несколько центов забыл сегодня пострел на курс удивился понял что забыл еще и пароль от флешки или и просто кусает локти ох и ах да пожалуйста можете прикупить себе на пару сотен рублей там пару биткоинов может быть вы их потеряете может быть там он взрастет через десяток лет на какое-то большое количество денег но писание говорит человеку который строит такие долгосрочные прогнозы дорогой сегодня душу твою тебя господь возьмет кому это все оставишь поэтому будьте аккуратны понимаете поймите что чтобы вам не говорили о стопроцентной прибыли о трехтысяч на процентном доходе при котором вы не потеряете ничего каких-то там страховочных бонусах то есть все это может стать просто красивой сказкой еще хочу сказать что ну наверное нигде ни на каком экономическом рынке нет так много мошенников как рынке криптовалюты я уже не помню точный процент там что около 45 процентов людей которые занимались торговли они наталкивались на мошенников вкладывали тысячи сотни тысяч рублей долларов в какие-то бирже бирже через два-три года распадались или каким-то или вполне сознательно за ней стояли молшенники или просто не сложилось как-то не туда вложили в деньги вложили какой-нибудь док коин да он упал резко и все все деньги своих инвесторов пропали пшик нету ничего это и в том числе вывести деньги завести непросто несложно а вот вывести бывает очень сложно поэтому надо наверное очень долго изучать этот рынок месяцами читать специализированную литературу быть подписан на профессиональных игроков в конце концов понять слушай выучка лучше английский испанский какой-нибудь еще немецкий вот устроюсь работать экономистом вот и буду лучше создавать крипто бирже они играть на них вот так что друзья мы не теряйте смекалочку думайте головой не ведитесь на популярные темы которые пытаются просто вас развести на деньги внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео